Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Начало второго в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я на Лупшина приветствую наших слушателей и нашего гостя Андрея Шпорта, директора холдинга «Медиа-9» и директора телеканала «РБК Пермь». Хоть он и входит в холдинг «Медиа-9», но я отдельно все-таки его назову, потому что важен тот факт, что наш гость живет на два города – в Кирове и в Перми, два соседних региона, и у нас будет возможность сразу по нескольким темам провести сравнительный анализ, а как у них. Надеюсь, будет не безинтересно. Я напоминаю, что нас можно не только слышать, но и видеть. На нашем сайте echokirova.ru идет прямая трансляция эфира. Там же можно задавать вопросы нашему гостю через форму анонсов. И вопросы же можно присылать мне посредством СМС на номер 8909-720-101-0. Будем зачитывать. Ну что, Андрей, приступим, наверное, да? Да, добрый день. Давайте все-таки сначала с таких общих тем, а потом, безусловно, еще затронем тему профессиональной, связанной со СМИ и вашей непосредственной деятельности. Ну, если успеем, без проблем. Я думаю, что обязательно успеем, время оставим на это. Итак, предвыборные кампании в Кировской области и в Пермском крае. Ну, давайте сначала с Кировской области начнем. Как вам кажется вообще, она есть? Ну, собственно, в области наружной рекламы, если мы говорим про некое информирование, то она есть. Сейчас исполняющий обязанности губернатора господин Васильев. Ну, то есть я его вижу очень много. Билборды. Да, в городской среде именно. Вижу агитационные материалы в виде газет. У себя в почтовом ящике дома. Их очень много. Разные силы политические. Нет, я вижу пока только одного кандидата. Так. Поэтому, на мой взгляд, ну, скажем так, конкуренции пока на данный момент нет. А вот газета ведомости с вами не согласна. Она публиковала большой достаточно материал со ссылкой на близкий к Кремлю экспертный институт социальных исследований. И вот газеты ведомостей и эксперты утверждают, что выборы в Кировской области одни из самых конкурентных. Вот по тем 11 регионам, где предстоит выбирать глав. Я понимаю, о чем вы говорите. Я помню, последние конкурентные выборы для меня были как для избирателя, например. Это 2004 год. Когда за кресло губернатора боролись господин Шаклейн, господин Валеничук и, если не ошибаюсь, господин Брилинг. Брилинга, по-моему, сняли тогда до выборов. Но его сняли прямо вот перед вторым туром, по-моему. И там как раз был второй тур. И там было такое жесткое рубилово на территории города Кирова. Было огромное количество агитационных материалов. И там кандидаты прямо вот бились не на жизнь, а на смерть. Сейчас, за последние лет 10, я не припомню ни одной сколь-либо острой предвыборной кампании, в принципе. Которая бы там носила какую-то явно выраженную борьбу. Это хорошо или плохо, на вашем взгляд? На мой взгляд, это плохо. Если нет борьбы, то и нет развития. Когда оппонента нет, когда нет соперничества, то ты выигрываешь и не чувствуешь эту победу на самом деле. Но что ты выиграл? У кого выиграл? Ну, там 5 кандидатов еще зарегистрировано, помимо нашего господина Васильева. Там кто? Четверо. Четверо. Один снялся. Да. Прошу прощения. Поэтому нет. Я считаю, что отсутствие борьбы это очень плохо. Показательный пример Екатеринбурга, где, например, там сняли очень сильного оппонента. Но его не снимали, его не зарегистрировали. Он не прошел муниципальный фильтр. Ну, странно, глава города Екатеринбург не смог пройти муниципальный фильтр и не смог стать кандидатом в губернатора Свердловской области. То есть это довольно странная ситуация, парадоксальная. Поэтому тот же муниципальный фильтр, он довольно жестко отсеивает сейчас кандидатов. Фактически, если мы говорим о выборной ситуации, то самое интересное должно, по идее, для горожан быть, это не выборы главы региона, а выборы депутатов городской думы. Потому что тот самый пресловутый фильтр муниципальный, это как раз город и районы. И вот если, например, условная оппозиция хочет какого-то сильного кандидата противопоставлять, например, вообще в целом выводить его на избирательный рынок, то для начала необходимо, наверное, все-таки выигрывать в муниципалитетах. А там, мягко говоря, такое же болотце сейчас, вообще там никакого движения нет. А вы анализировали, да, списки кандидатов в депутаты городской думы Кировской? Ну, посмотрели. Когда я был студентом, я принимал активное участие в работе, прошу прощения, штабов. И, ну, я примерно представляю, что это такое, там, в 2004-2007 году выборы, например, в гордуму. Это ножками надо ходить по дворам, это надо встречаться с избирателем, это надо биться за каждый подъезд, за каждый голос. Это кропотливейшая, серьезнейшая работа. И вот я пока ее не видел ни разу за последние, там, лет пять, чтобы кто-то это проделывал. Ну, как раньше было хорошо, да? Приходит один кандидат, лавочку поставит, приходит другой кандидат, подъезд покрасит. Да, и главное, представляете, насколько это удобно для жителей конкретного подъезда. Очень удобно, но мне кажется, это сейчас может расцениваться исключительно как подкуп избирателям. Может быть, поэтому отказались от этих технологий? Ну, я бы не сказал, что совсем отказались. Сейчас, например, Единая Россия позиционирует федеральную программу ремонта, реконструкции дворов. Формирование комфортной городской среды. Как некую свою программу. На самом деле, наверное, они имеют право на это, потому что все-таки это партия власти, они имеют большинство в парламенте, президент, так или иначе, поддерживает, премьер-министр у нас является. Скажем так, руководителем данной партии. И Единая Россия заявляет, что это их программа. Да, наверное, это их программа в какой-то мере. Но все-таки исполнительная власть пускает деньги. Но деньги-то бюджетные. Да, бюджетные деньги, согласен. А денег государственных, как говорила, по-моему, Тэтчер говорил. Не бывает денег государственных, есть деньги налогоплательщиков. Хорошо, еще немножко про выбор губернатора поговорим. Хотелось бы сопоставить все-таки ситуацию в Кирове, где вы говорите, да, и в Кировской области. Пока только один кандидат ярко себя проявляет. Я пока вижу только для себя одного, да. Вот, и ситуацию в Перми. В Перми же тоже выборы главы региона 10 сентября. По-моему, 7 кандидатов. Также в Рио у вас, да, так же, как у нас. Да, ну, если бы я, например, был зарегистрирован по Перми, я бы голосовал сейчас за господина Решетникова. Это вот как раз в Рио. Очень интересный кандидат. Мне он импонирует. Он молодой, он, можно сказать, наш ровесник, да? Да. У меня была с ним там публичная дискуссия на одной из площадок. Мне очень понравилось, как мы с ним коммуницировали. А вообще, ну, с точки зрения рекламы, наружки, борьбы какой-то в Перми, меньше, чем в Кирове? Да, меньше, чем в Кирове. Ну, то есть, ну, скажем так, там некая, прошу прощения, иная политика все-таки у города с точки зрения размещения объектов наружной рекламы. Центр, во-первых, освобожден полностью от засилия крупных форматов. Как интересно, то есть там билборда в Перми, в центре нет? Ну, скажем так, формата 3 на 6 там нет. Там есть большие форматы на, скажем, ну, на стены, на крышные конструкции, но там тоже не присутствует такого засилия политической рекламы. Там очень много коммерческого продукта, который размещается на стимулирование спроса потребителей. Хорошо, а как же себя кандидаты продвигают, в народ продвигают? В центре только малые форматы, там я видел и господина Решетникова, и его конкурентов. А много их там представлено? То есть, вот в Кирове их почти не видно, а в Перми? Ну, там есть, там присутствует ряд лиц, у которых есть бюджет на проведение кампании, и которых поддерживают местные элиты в том числе. Хотя Решетников далеко как бы не посторонний человек для Перми, это все-таки Пермяк. И раньше он работал там в администрации господина Черкунова, который был губернатором на Перского края. До нынешнего, до нынешнего, по-моему. Нет, 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 Черкунов, после него был еще один. А, все. Ничего же. Собственно, есть политическое поле, оно, конечно же, тоже притушено достаточно сильно, опять же, пресловутым муниципальным фильтром. Опять же, отсутствие ярко выраженных оппозиционных действий. Если они присутствуют, то внутри, опять же, той же партии власти, то есть там есть такие же силы влияния разные, которые также сосредоточены в одном лице, в Единой России, и они пытаются также растягивать зону влияния между друг другом. Андрей, еще вот один вопрос, прежде чем мы уйдем на перерыв. Скажите, пожалуйста, а как вам кажется, почему вот так происходит, ну вот так вот вялотекущее все? У нас некоторые эксперты в студии, вот кто приходит, предполагают, что в принципе, по Кировской области, по крайней мере, все предрешено, и особого желания бороться вот так, не на жизнь, а на смерть биться, никто из оппозиционных кандидатов не испытывает. Они, конечно, должны засветиться, они должны себя показать, они какой-то процент должны набрать. Может быть, как раз за делом на предстоящие какие-то, да, политические вот такие баталии. Изначально отсутствие какой-либо там политической культуры в обществе, в элитах, как таковой, привело к тому, что у нас очень инертно относятся к такому институту, как выборы, и воспринимает их, по большому счету, ну, как некое посредственное действие, нисколько не предполагая, что, например, от воли заявления граждан что-то зависит, видимо, поэтому. Это мое личное мнение, я считаю, что, ну... Ну вот есть же Екатеринбург, хороший пример, да, выбрали же мэры. Там получили протестное голосование, в том числе там получили очень сильного кандидата от оппозиции, который их выиграл, эти выборы. Но если посмотреть в целом по стране, то сколько таких кандидатов прошло, там по пальцам пересчитать можно на одной руке, наверное. А кто прошел, тех сняли, как Шершин, например, да? В том числе, да. Поэтому мы видим, ну, скажем так, партия власти активно борется за то, чтобы быть партией власти, а оппозиция на текущий момент не предпринимает абсолютно никаких действий, чтобы быть оппозицией, к сожалению. Отсюда и такая инердность на политическом поле. Можем прогнозировать на ближайшие пять лет, будет хуже или лучше? Слушайте, мы можем вполне увидеть какое-то достаточно протестное голосование в том числе, но когда нету возможности получить общество в громоотвод в виде некой альтернативной точки зрения, реально представленной и работающей, общество может в какой-то момент времени закипеть, а власть это может не увидеть. А на крышечке нет клапана, да? Да. Ну, слушайте, вот, например, на примере Британии, которую мы уже здесь упомянули, там, британский парламент, есть оппозиция в британском парламенте, есть теневой кабинет, то есть альтернативный кабинет в парламенте Британии, который формирует оппозиционные партии. И более того, правительство финансирует оппозицию, потому что без оппозиции невозможно как такового диалога в обществе, в принципе. Ну, британские традиции политические, они, конечно, значительно больший опыт там, да, и развитие вот по годам имеет, столетиями там у них это все формировалось, у нас, к сожалению, ломалась немножко система, возможно, там, лет через 150 в России тоже все будет хорошо. Я бы не был очень семистичен, но... Ну, хорошо, через 50. Надеюсь. Хорошо. Сделаем небольшую паузу, через минуту вернемся, напоминаю, слушаем особое мнение Андрея Шпорта, директора холдинга «Медиа-9». Особое мнение на 101FM Программа «Особое мнение» продолжается, напоминаю, что у нас в гостях Андрей Шпорта, директор холдинга «Медиа-9» и телеканала РБК «Перемь». Все-таки я буду по-прежнему упоминать, в том числе, вашу принадлежность к соседнему с нами региону. Почему? Вы уже затронули в предыдущей нашей части программу формирования комфортной городской среды. Немножко мы об этом поговорили. 1 августа на дворе. Последний месяц лета. Традиционные, сезонные, летние работы, ремонт дорог, благоустройство, прочее, прочее, прочее. Можем сопоставить Киров и Пермь. В Кирове работы начались. Мы в этом году получили деньги из федерального центра. Я напомню, миллиард рублей на дороге город Киров получил. Ну, там еще немножко Чепецко, немножко Слободской. И на благоустройство дворов, как раз по программе, которую «Единая Россия» позиционирует как свою, мы получили, по-моему, около 200 миллионов рублей. Вы, когда из Перми в Киров приезжаете, вы видите, что в этом году наш регион получил большие средства? Ну, что такое 220 миллионов для нашего города? Я думаю, это капля в море. Это первый момент. Второй момент – это вопрос подхода. То есть, может, и миллиарда не хватить. Может, и двух не хватить. Это вопрос, как делать, как к этому вопросу подходить. Вот год назад, примерно, я был у вас в эфире. Мы тоже говорили там про Пермь, про Киров, сравнившие истории. Я приводил очень простой пример. Разметка на улице Ленина. Вот я живу, например, напротив торгового центра «Максимум». У меня дом там на углу с пролетарской. И вот там рисуют двойную сплошную. Вот как подходит к вопросу городской среды. И, в общем, насколько удобна эта среда для жителей города Кирова. Вот нарисовали двойную сплошную. Сделали разрыв разметки у госучреждения и еще одного коммерческого учреждения, чтобы можно было повернуть водителю. А у жилых домов этот разрыв не сделан был год назад. В этом году абсолютно такая же ситуация. То есть, фактически, я не думаю, что у нас городская среда, как такова сейчас, она комфортная и дружелюбная для жителей. Она, скорее, похожа на среду, где надо выживать. Да, видно, что начали ремонтировать тротуары. Что-то подмели, что-то убрали, где-то травку постригли. Но, в целом, комплексного подхода, конечно же, нет. Это, скорее, тушить пожар. Когда-то уже весь в огне. У нас огромное, колоссальное количество проблем инфраструктурных, логистических в городе. И нет единого, правильного плана развития, который бы подразумевал, как эти деньги должны осваиваться. Какой-то понятный прозрачный механизм, который бы позволял оценить эффективность освоения этих денежных средств. Его тоже не существует. Очень много вопросов даже сейчас по выбору этих дворов, которые должны, скажем так, реставрироваться, ремонтироваться. Кто их выбирал? Как они там оказались? Не совсем прозрачная была система выборов, насколько я помню. Конечно. Там небольшая паранойя. Давайте наложим эти дворы на карту, например, кандидатов от «Единой России» в город. Избирательных участков, да? Да-да-да. И посмотрим, насколько они совпадут. Я не накладывал, но мне просто любопытно посмотреть. Да, надо проанализировать. Скажите, пожалуйста, а вот ремонт дорог? Ремонт дорог, Андрей. Ремонт дорог. Ну, разметка понятна. Я езжу на машине каждый день. Я могу сказать вам так. Дороги нет. А где это вы ездите? Где дороги нет? Слушайте, ну вот у меня есть, опять же, пример моего дома. От Пролетарской до Милицейской улица Казанская. Казанская находится в состоянии начального формирования Большого каньона, который находится в Соединенных Штатах. Потому что там посреди дороги рытвина такая сделана из гравия глубиной полметра. И там активно идет строительство. И на мои вопросы, а что, собственно, происходит? Там в администрации надо, пересекаясь с чиновниками, почему здесь не ремонтируют уже очень-очень давно? На моей памяти ремонта вообще ни разу не было. А там, говорят, домов этих жилых не должно было быть. Поэтому вот там ничего не сделано. У вас нет на карте? Да, там нет на карте, наверное. При этом вот дом заложили в том году, почти достроили в этом. То есть по-прежнему там не должно ничего быть, но там уже строят во все. И так везде. Дорог нет в городе. Ну, починили, залатали сейчас Воровского. Наконец-то. Позор был, когда в администрации города огромные ямы там, и люди колеса пробивают. Но дальше-то, что у нас помимо Воровского еще огромное количество улиц, которые необходимо приводить в порядок. Милицейские, кирпичные. Много даже вроде бы второстепенных улиц, но по которым тоже большой поток транспорта. Там есть вопросы, как клали этот асфальт замечательный, улица Труда. Вот едешь по улице Труда, там, от Карла Марса в сторону Ленина. Едешь, перекресток, перекресток не сделан. Почему? Потому что, оказывается, эту дорогу будут заложить в следующем году. Эта дорога уже не Труда, например, а улица Володарского. И ты думаешь, ну, интересная логика у строителей. И какая логика была у принимающей стороны города Кирова? Как они подходили к вопросу приемки? Ну, это не первый человек, который жалуется в нашей студии на непонимание совершенно. Я скорее констатирую факт, дорог нет. То есть то, что размазали асфальт свежий, еще непонятно какого качества по ямам, это не означает, что в следующем году мы эти ямы снова не увидим. Потому что я видел неоднократно, когда отремонтированная какая-то, приведенная в порядок дорога за лето, на следующее лето становилась непригодной для езды. Такая дорога не одна в нашем городе, я думаю. Да, миллиард это круто. Хорошо, а в Перми как происходит? В Перми более грамотно выстроены системы? Я, прошу прощения, в Перми не заметил проблем с дорогами вообще. То есть их вообще нет? По сравнению с городом Кирова, проблем в самом городе Перми нет. Вы знаете, Андрей, вот я прям даже не знаю, я растерян, потому что я наблюдала проблемы с дорогами в том числе в Москве. Ну, я наблюдал, наверное, можно назвать проблемой то, что мы видим в Москве, например, или в Перми, там небольшая ямка или неровность. Но если мы посмотрим с точки зрения процентного соотношения на общую картину, там массу дорог в городе Кирове и вот это количество ям, рытвин, непонятных образований на асфальте у нас, и сравним такой же процентный показатель, например, в Перми, Москва, то, я вас уверяю, там будут абсолютно колоссальные цифры, которые показывают, будут разрыв между нами ими. Понятно. Еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а в Перми ремонт дорог, но все равно же он должен вестись какой-то, поддерживающийся? Он начинается так же, как у нас? То есть там где-то вот, дай бог, если в мае. Весной. Почему? Брошу прощения. В апреле. В апреле, если снег уже сошел, если погодные условия позволяют, они начинают ремонт. Неоднократно, ну вот я этим летом заезжал на машине в Перми, еду по абсолютно нормальной дороге, до этого было нормально, вижу, сняли вот слой асфальта и будут класть новый. Хотя, на мой взгляд, дорога была в очень хорошем состоянии, то есть ее не надо ремонтировать, но они ее ремонтируют. Там, видимо, трещинки какие-то пошли, еще что-то. Они вот планово решили отремонтировать этот участок. Не доводят до критического состояния пожарного? Нет, там пожарного состояния я пока не видел. Но, наверное, есть местами, 100% можем найти везде проблемы. Но центр города Перми, я вас уверяю, это там образцово-показательная история по отношению к Кирову. Я так думаю, что кировчанам, наверное, да, вот у кого есть возможность, надо собраться и съездить, просто чтобы понимать, да, как может выглядеть российский город, областной центр, ну, краевой центр хорошо, да, соседний с нами. С бюджетом, я повторюсь, пускай в два раза больше, чем в Кирове, но и население там живет в два раза больше. Ну и площадь города тоже немаленькая в сравнении с Кировом, конечно же, да, потому что Пермь достаточно большой мегаполис, еще с советских времен, насколько я помню. Хорошо, Андрей, еще одна тема, еще одна тема, которую хотелось бы тоже сопоставить Киров-Перми, это поддержка, там, я не знаю, или не поддержка, спортивных клубов. У нас здесь, как вы обратили, наверное, внимание, последний там месяц примерно, да, тяжелая достаточно ситуация. Сначала Родина, непонятная история с Чапецкой Олимпией, ну, теперь вот Динамо там, да, вот 10 дней назад примерно сказали. Вылетела Динамо из профессиональной футбольной лиги и будет играть теперь в любительской, в любительском дивизионе. Разные мнения. Не судьба. Ну, вот это грустно, конечно, да, разные мнения. Нужно поддерживать профессиональные команды, не нужно поддерживать. В том числе эксперты говорят, да, что, ребята, извините, профессиональный спорт должен зарабатывать сам, либо должен искать спонсоров. Но я не готов комментировать полностью эту тему, ввиду отсутствия, ну, скажем так, экспертизы по этому вопросу, какой-либо, я не погружался. Знаю только, что, например, в разрезе города Перми там есть и федеральный спортивный клуб баскетбольный Парма, и есть футбольный клуб, который выступает в высшей российской футбольной лиге. И все это говорит о том, что, ну, в принципе, так или иначе, спорт в Перми поддерживается. Есть большой спортивный дворец. Это на уровне бюджета поддерживается, или все-таки как-то вот, ну, спонсорские деньги в основном? Я видел больших спонсоров у команд, крупные компании, федеральные компании. Игроки получают хорошую достойную зарплату, но они выкладываются, стараются. Хорошо, Андрей, ну вот сейчас даже вот, ну, не профильное мнение такое, не экспертное, может быть, личное мнение. Если у города есть возможность найти спонсоров там, да, подключить крупный бизнес к содержанию какого-то клуба, отлично, окей, содержит. Если у города нет такой возможности, ну, вот ходили-ходили с шапкой, искали-искали, да. Ну, кто-то помог. Вот Т-плюс компания помогла там Кировской родине, да, недавно. С учетом бюджетов, которые требуются там на зарплату в родине, я думаю, что это капля в море. А нужно тогда, может быть, все-таки вот раз и все, и до свидания, и попрощаться со всеми? Вообще нужны профессиональные клубы городу? Областному центру нужны профессиональные клубы? Да, нужны, но если мы понимаем, что, если мы не способны детский спорт, например, там, выстроить, в какую-то систему привести, если мы не дофинансируем регулярно, например, там, детские секции, если у нас, если мы говорим о футболе, а футбол играет, ну, сколько у нас полей, которые, там, пригодны для хороших игр, для детских, там, я видел только, вот, например, там, пару полей всего на весь город. Вот, если у нас только два, две хоккейных площадки, крытых, одна в Чепецке, другая в Кирове, это Союз. Ну, наверное, может быть, лучше отпустить, сказать, ребят, ну, не смогли, давайте лучше это финансирование отправим, например, на развитие детского спорта. А на кого же дети будут равняться? На москвичей? На пермяков? Простите. Они будут равняться на спорт, на то, чем хотят заниматься. Если ребенок хочет играть в футбол, то, пожалуйста, но... Вы же папа многодетный, да? Да, и, например, я, ну, как... Куда? Куда? В какие секции? Прошу прощения, пока перспектива — это футбол, и перспектива — это скалолазание. Это в Кирове вы занимаетесь или в Перми? Мы только пойдем, потому что, например, там старший пока абсолютно, ну, так скажем так, приверженец, скажем так, новых течений. То есть ему больше подходит рампа и там спортивный самокат ролики. Там средний сын сейчас еще пока не в том возрасте, чтобы посещать секции, ему только-только четыре стукнуло. А младшему совсем правильно. Младшему пока еще только ходить научился, да. Но если мы говорим про современные виды спорта, то, ну, тоже их нету, они отсутствуют. Молодежь в той же Перми, там есть шикарный скейт-парк открытый, там вечером приезжаешь, одно удовольствие находиться, и детям есть чем заняться, и сам ходишь, смотришь, как ребята трюки крутят и учатся каким-то новым финтам. А в Кирове пока я видел только две площадки. Одна у филармонии, она в очень плохом состоянии находится. Вот недавно строили в парке Кирова. Но опять же, это все фанера, это недолговечно. В общем, все это на уровне таком больше любительском, да, чем профессиональном? Оно всегда все любительское. Весь профессиональный спорт вытекает из любительского. Вот любительский спорт надо поддерживать. Оттуда пойдет и инициатива. Хорошо, со спортивными командами, наверное, завершимся. И сделаем небольшую рекламную паузу. Андрей Шпорт, директор холдинга «Медиа-9» у нас в гостях. Особое мнение на 101FM. Всем доброго дня еще раз. Напоминаю, что сегодня мы слышим особое мнение Андрея Шпорта, директора холдинга «Медиа-9». Ну и сейчас пришло время поговорить о планах холдинга «Медиа-9». СТС 9 канал, телеканал «Девятка-ТВ». Вообще, ну давайте сразу вот слушателям нашим тоже объясним, да, разницу между ними. Потому что «Девятка-девятка». СТС 9 канал – это эфирный аналоговый канал, партнер СТС в городе Кире. Мы вещаем в кабельных сетях, мы вещаем в эфире, мы работаем по старой классической телевизионной системе локальных сетевых партнеров, которая была еще там введена в начале нулевых годов. «Девятка-ТВ» – это кабельный канал, это общий доступный, обязательный канал для всех кабельных операторов. У него закоплена жесткая кнопка номер 21. Чтобы понимали, первые 20 кнопок – это первый и второй мультиплекс. Это федеральные каналы. Это федеральные каналы, да. Пока в городе Кирове эти федеральные каналы еще не начали вещать. Кабель, я имею в виду, эфир пока не приведен в порядок, но он будет приведен. И традиционно любимые каналы, а-ля 13-е, это СТС наш замечательный, он станет федеральным в кабеле, без всяких местных локальных новостей, программ. Только реклама останется. То есть в кабельной трансляции, вкраплении… Со временем, да, это все уйдет. «Девятого канала» не будет. Да, уйдет вкрапление, например, ТНТ-43 регион, станет просто ТНТ на 19-й кнопке, РЕН-ТВ, партнер Гран-ТВ, соответственно, Гран-ТВ с новостями тоже уйдут, останется просто РЕН-федеральный. Собственно, вот что ждет, например, Кировчан в ближайшей какой-то перспективе. «Девятка ТВ» в этом плане – это как раз та самая альтернатива, то есть местные новости, местный контент будет на «Девятке ТВ» на 21-й кнопке. Туда уйдут давеча, туда уйдет весь блок, который мы производим. Программный, да? Программный, да. И плюс мы сейчас на «Девятку ТВ» готовим перезапуск полностью сезона, то есть мы с осени запускаем новые циклы программ, мы готовим масштабные прямоэфирные вещи, начиная с Prime, это с 19.00. То есть у нас там будет очень такой серьезный блок продуктов, которые мы, во-первых, новые абсолютно, которые мы раньше не делали для Кирова, а во-вторых, это будут проверенные там наши истории, там «Мистика Вятки», это «Удиви Повара» второй сезон, ну и еще ряд продуктов, которые там есть. Ну, слушайте, телевизионная кухня, это всегда очень интересно. Скажите, то есть информационная линейка будет вечерняя? Нет, информационная линейка — это круглосуточное вещание, все-таки мы обязаны. Большие программы, большие программы, вечерние, утренние, утренние шоу, что-то такое. Утренние эфиры сейчас тоже в разработке, но у нас пока в демо-разработке мы пока плохо понимаем, будем ли мы его делать или нет, или все-таки уйдем на повторы и на покупной контент. Дневной будет эфир отдельно сделан, ну и вечер. Андрей, я даже не знаю, все-таки производство телеконтента — это такая достаточно затратная история? Очень затратная. Очень затратная. Как вы выруливаете в Кирове? У меня есть ощущение, что в Кирове совсем все тяжело в экономическом смысле. Киров — уникальный город, говорят все наши коллеги из других регионов, Пень в том числе, потому что никто не понимает, как в Кирове такое количество медиаресурсов вообще, в принципе, существует. Для города полумиллионника совсем с небольшими бюджетами и совсем отсутствием крупных игроков на рынке, которые готовы оплачивать эту рекламу. Киров в этом плане уникален. Мы научились работать с рынком малого-среднего бизнеса и микробизнеса, в том числе и ваша радиостанция. И вот за счет этого, наверное, мы и выживаем. То есть мы менее подвержены вот этим кризисным явлениям. То есть если кризис случился, да, плохо, у нас бюджет сокращается, но мы не зависим от одного-двух клиентов, мы зависим от сотни клиентов, и нам легче. Всегда есть кто-то, кому захочется о себе рассказать. Ну и первичен, конечно, контент. Если ты делаешь скучный, неинтересный продукт, то его смотреть никто не будет. И, естественно, там система монетизации любого средства массовой информации, если это не государственная СМИ, как ГТРК, например, это реклама. То есть если нас не смотрят, не слушают, соответственно, мы не зарабатываем денег на рекламу. Ну вот смотрите, у нас сейчас просто дневной разворот завершился час назад. Вот буквально обсуждали представители бизнеса в студии очередные изменения в налоговом законодательстве, отмену льгот на движимое имущество. Говорят, что вот, собственно, если это произойдет, бизнес потеряет. И мы все понимаем, в кризис обычно режутся такие... Косты всевозможные. Обычно режутся те расходы, которые можно зарезать еще, в том числе рекламные расходы. Ну, нельзя зарезать полностью рекламные расходы, потому что стимулировать потребителя, информировать его о новом товаре, услуге, об акциях все равно придется. Единственное, что, да, будут сокращения бюджетов, в том числе, опять же, вообще, в принципе, рынок региональной рекламы в России, я не говорю про Киров, вообще про всю Россию, он переживает такой очень сильный переломный момент. Сокращаются бюджеты, хоть, в принципе, весь рынок, например, телевизионная реклама, он растет. Родийный рекламный рынок тоже вырос на 6% в прошлом году. Но в целом регионы тухнут. Тухнут, потому что малый и средний бизнес, микробизнес, он чувствует себя все хуже и хуже. Это факт. И все меньше и меньше может себе позволить какие-то дополнительные расходы нести, да? Да, в том числе, потому что там вопрос стоит о выживании. Поэтому мы говорим о том, что рынки сокращаются и перераспределяются в сторону более эффективных каналов. Понятно. То есть игроков, вы прогнозируете, будет меньше с течением времени. Скажем так, коллеги говорят, например, сейчас мы уйдем из кабеля и будем делать собственные каналы, собственное программирование. Я прекрасно знаю, что это такое, сколько это нужно денег. Но эфирные вещи, они не дешевые совершенно. Поэтому я точно знаю, что, например, большая часть каналов отпадет, уйдет с рынка. А в Перми, вот вы говорите, в Перми говорят, Киров уникальный город, и в Перми как с этим? В Перми бизнес, наверное, чувствует себя получше, чем в Кирове. В Перми очень много крупного бизнеса, который, если заинтересован в продвижении, то там очень большое количество пиар-бюджетов. Там прямое размещение рекламы присутствует, там большое количество агентств работает, в том числе федеральных. Рекламный рынок поживее, он больше, потому что и в Перми сам по себе больше. Но, опять же, я повторюсь, региональные площадки в любом случае чувствуют давление, они сужаются, в том числе и в Перми. — Грустно, конечно, потому что отсутствие денег — это отсутствие развития, по большому счету. Любой руководитель любого СМИ, мне кажется, понимает, да, потому что в том числе нет возможности отправить, например, сотрудников на обучение куда-то, да, интересные, хорошие. — Я еду сейчас на форум в Грозный, там собираются все руководители 21-х кнопок по стране, ну, максимально собираются. Будем обсуждать, как раз, планы по развитию, обмену контентом, потому что, ну, все-таки 24 часа в сутки сделать собственного вещания — это очень сложно. Мы будем, наверное, искать какие-то формы взаимодействия, сотрудничества, когда мы будем передавать что-то друг другу. — Какое интересное место вы брали для проведения вашего образовательного мероприятия. Я так понимаю, хотят вам продемонстрировать, да, вот как город из руин поднялся. — Там будут показаны успехи местного ГТРК, но я очень скептически отношусь к успехам ГТРК, потому что это успехи за счет налогоплательщика. Мы с вами оплатили ГТРК, мы оплатили для ГТРК студии, камеры, зарплаты персонала. Это все как бы деньги налогоплательщиков. И, по идее, на ГТРК не должно быть рекламы. Ну, то есть на «России-1», на «России-2» и вообще в всех продуктах, которые выпускает государственное телевидение, рекламы не должно быть, потому что это же все-таки государственное телевидение. — Это вы хитро сейчас придумали. Это вы конкурента просто с рынка хотите, да, подвинуть? — Я считаю, что только так, по-другому не получится. Либо давайте вводить налог для граждан Российской Федерации, которые там будут добровольны. — Налог на телевизор? — Да, налог на телевизор, как в Британии. — Ну, это там общественное телевидение. — Ну, да, там общественное. Ну, условно общественное тоже, опять же, там всегда есть много «но». Но в данной ситуации, вот, например, там красивые шикарные студии, у многих сейчас государственных телеканалов, там ребрендинг идет о переоформлении технической базы. Я на все это смотрю и удивляюсь прямо, ну, чему ребята радуются. Вы попробуйте в условиях рынка без государственных денег сделать то же самое. Я думаю, очень сложно будет для них. — Да, бизнес — это не государственные деньги, которые, как известно, деньги налогоплательщиков. — Понятно. Хорошо, Андрей, у нас остается буквально полторы минуты, и все-таки, наверное, я задам этот вопрос. Следите ли вы за тем, какие ограничения в медиа-среде и в интернет-среде вводятся в России, и что вы думаете по этому поводу? Буквально вот последние новости, да, запрет анонимности мессенджеров, вот, и запрет анонимайзеров сайтов, которые позволяют заходить на запрещенные ресурсы. — На самом деле такие игры детские абсолютно. Тор вам в помощь. Если вы хотите по-прежнему быть анонимными, ставьте браузер Тор. Если вы хотите пользоваться VPN, заходите на VPN, который иностранный, который не включен, например, в список Роскомнадзора. Переходите по этому VPN иностранному снова на какой-либо VPN и заходите прекрасно, как уже голландец с IP, там, голландским или немецким, на те самые запрещенные сайты Роскомнадзора. — Это сейчас Роскомнадзор-то нас слушает, слушает и думает, ах, они какие. — Физлицам это все не запрещено. Пожалуйста, работайте. — Хорошо. А тогда такой вопрос. Ну, если это бесполезно, в общем-то, там, да, и люди, которые этим уже пользовались, они понимают, как этим пользоваться и дальше, зачем тогда принимать эти заходы? — Роскомнадзор перестал следить за этим реестром блогеров-тысячникам. Сегодня новость ушла. — Так. Не нужно это? — Ну, не смогли, видимо, они отследить эффективно это. — Возможности нет. — Или не нужно это. Понимаете, некоторые запретительные меры, они избыточны. Слишком высокий уровень регулирования, он же не всегда хорошо работает, и его иногда очень сложно исполнить. Вот закон Яровой там год назад приняли, до сих пор ведь нету методологии, и вообще, в принципе, разработанный четко внятый программ как-то работает, работать должно. Более того, это еще мы нарываемся на нарушение кучи всяких там резолюций, конвенций, которые мы же сами подписали там с европейцами, с американцами. Поэтому, да, можно запрещать много чего, но как проконтролировать этот запрет? — Да, закон не только строгость, да. — Надо же еще и проверять его. — Надо проверять, как он исполняется, на самом деле, конечно, да. Андрей Шпорт, директор холдинга «Медиа-9» был у нас в гостях. Я благодарю его за эфир, и я, Анна Лапшина, с вами прощаюсь. — Спасибо. — До свидания. Особое мнение на 101FM